Вчера вечером Алла Пугачёва в связи с трагической новостью срочно вылетела из Израиля в Россию. По прилету певица прямиком направилась в реанимацию центральной больницы города Москвы. Вслед за печальными событиями, которые произошли с Владимиром Кузьминым и дочкой Кристины Арбакайте, на Аллу Борисовну свалилось новое несчастье. Рыдающая от горя Пугачёва, не слушая запреты врачей, ворвалась в реанимацию. На этот раз трагедия произошла с одним из самых любимых мужчин Аллы Пугачёвой. Советский и российский композитор, эстрадный певец, звезда 90-х годов и фаворит Аллы Пугачёвой Сергей Васильевич Лобанов. Этого импозатного мужчину прекрасно помнят зрители и поклонники Аллы Борисовны. Звезда Сергея Челобанова зажглась в начале 90-х годов. Его знакомство с Аллой Пугачёвой сделало его известным эстрадным певцом. Сергей Васильевич стал желанным гостем на рождественских встречах и фаворитом Аллы Борисовны. Вместе они записали музыкальный трек «Незваный гость» и строили творческие планы. Однако пристрастие к алкогольным напиткам и запрещенным веществам поставило крест на карьере Челобанова, и он ушёл в небытиё. Вчера вечером стало известно, что в семье Сергея Васильевича, который временно проживает на съёмной квартире в городе Москве, произошло несчастье. Бывший фаворит Аллы Пугачёвой, страдающий алкогольной зависимостью, после шумной семейной вечеринки уснул зажжённой сигаретой. В результате сильного пожара, который охватил три этажа, погибла супруга Челобанова Евгения, и серьёзно пострадал его несовершеннолетний ребёнок. Сам эстрадный певец с ожогами разной степени был срочно госпитализирован. После трагедии Алла Борисовна заявила, что окажет материальную помощь своему бывшему фавориту и сделает всё возможное, чтобы поставить его на ноги. Максим Галкин, у которого недавно произошёл разлад в отношениях с Аллой Пугачёвой, неоднозначно отозвался о поездке в Россию своей супруги.